а вы уже здесь ну тогда начинаем всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на канал коротко а не коротком с вами кин и кто заказывал ривердейл на пляже внешне и отмели 320 километровая полоса узких песчаных барьерных островов побережья северной каролины начинающихся у юго-восточного края вирджиния бич восточного побережья с сша здесь и проживают наши главные герои именующие себя живцами живцы это низший класс местных представителей проживающие в простеньких домах и занимающийся грязной работой жизни живцов есть недостаток мы для всех пустое место а вот и преимущество мы для всех пустое место а значит мы делаем все что хотим также у нас есть акулы как думаю понятно из названия эти ребята уже посерьезней живущие в домах класса люкс и имеющий большой или около того бизнес в основном это хипующие позер из мажорных школ интернатов наши естественные враги и есть такие как киара парадословной она акула но всегда зависает с живцами также есть и другие но они не так важны вообще не в теме приезжают на недельку в семейный отпуск в преддвериях летних каникул размеренную и спокойную жизнь на отмелях нарушает ураган после которого ребята решают оценить масштаб происшествия и случайно находят затонувшую лодку с которой все и начинается компас с посланием карта с подсказками и золото стоимостью 400 миллионов за которым охотиться каждый кому не лень из-за которого к слову пропал отец главного героя достать же драгоценность будет само собой не так просто но главное чтобы не случилось всегда держаться друг за друга пожалуй первое что приходит на ум если говорить про сюжет так это простота и стандартная для нетфликс подача то есть у нас есть жизнь подростков это работа дружба любовь разбавленное событием в виде в поисков золота такую формулу от netflix мы наблюдаем не в первый раз и эта формула всегда работает и будет работать еще очень долго только если она будет подкреплена годными персонажами а таковые у нас здесь имеются джон би местный парень на все руки около года назад потерял отца и теперь отчаянно хочет его найти джей джей лучший друг джона би несмотря на то что рос под железным кулаком отца получился довольно хороший малый не без хулиганистых наклонностей поуп самый головастый из всех планирует вырваться сот милли и получить хорошее образование и киара или ки как я уже сказал живет на два мира хоть и имеет богатых родителей но все же зависает живцами это наши главные персонажи простые ребята которые просто хотят для себя лучшей жизни а кто же ее не хочет среди актерского состава звезд первой величины не наблюдается хотя как мы знаем обычно нетфликс делает из ноунеймов звезд первой величины и как я уже говорил сериал в целом довольно простой и возможно для кого-то это будет минусом хотя я нашел в нем некую отдушину без гипер загруженных сюжетов мега твистов и разрывающие драмы у нас есть история пара загадок и больше ничего а поэтому наблюдать за этим приключением довольно легко она скажем так практически идеально сбалансировано есть квест но все не крутится вокруг него есть любовь отношения но на них не зацикливаются поднимается тема классовых разногласий но она идет лейтмотивом но все же то на чем сериал решает заострить внимание работает как и должно напряженные моменты как и должны вызывают волнение а драма подбивает ком горло есть даже страшная серия которая довольно технично слизана с фильма не дыши как итог скажу хоть сериал и построен на золотом квесте но все же в первую очередь я вижу в нем историю одной дружбы показывающую что всегда надо стоять за друзей горой и никогда не отступать помогая им что до меня не скажу что сериал стал или станет моим любимым но все же он довольно неплох и стоит чтобы ему уделили время особенно если вы просто хотите отдохнуть и большое спасибо подписчику за совет я его видел но смотреть не собирался пока не прочитал твой комментарий но вы пишите в комментариях будете смотреть или все же пропустите ну а на этом у нас все и всем большущие спасибо за просмотр в описании вас будет ждать ссылка на просмотр сериала а также ссылка для вашей поддержки канала и ссылки на мою группу vk и инстаграм буду благодарен и если подпишетесь но я же как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии пока я слышу тебя леон я всю ночь прожду